Приветствую вас, давайте мы с вами начнем с того, что, ну вот, самого банального ответа на ваш вопрос. Как жить с мужем-эгоистом? А жить с мужем-эгоистом нужно так. Во-первых, понимая, что эгоизм вашего мужа – это его неотъемлемая черта, то есть черта, которая была сформирована еще в детстве у него, и она, эта черта, призвана решать определенные проблемы вашего, собственно говоря, мужа. И тогда, наверное, несложно догадаться, что раз эта черта эгоизма призвана решать определенные проблемы вашего мужа, то это означает, что мужчине такое поведение выгодно. И вот вам, если вы хотите жить с ним дальше, нужно сделать так, чтобы дальнейшее поведение подобного рода для мужчины было как раз таки невыгодным. То есть вот оно ему пока выгодно, да, он себя так ведет. И он будет себя так вести до тех пор, пока данное поведение ему выгодно. Как только он перестанет получать то, что ему нужно, то, что он привык получать благодаря своей модели поведения, у него возникнет естественная потребность модель поведения сменить. И тогда, собственно, проблем у вас именно с эгоизмом мужа не будет. Потому что, простите, больше такая линия поведения мужчине не будет приносить того, что она приносила ему ради. То есть здесь на самом деле все довольно просто. И утрасть здесь все задачи, которые мужчина пытается решать. Пытается решать, кстати говоря, самыми разными способами, начиная от эгоистичного поведения, да, и заканчивая, собственно, там, определенными речевыми оборотами и прочих. То есть у человека, вообще-то говоря, может быть много способов для реализации того, что он хочет. Вы подумайте, чем обусловлено его эгоистичное поведение, что оно ему дает, и тогда у вас появится возможность показать мужчине, что оно, простите, неэффективно. Поведение, которое молодой человек, ваш муж выбрал, неэффективно для достижения цели, его цели. Но оно является таковым до тех пор, пока вы своим пассивным, либо активным поведением, позволяющим ему таковым быть. Вот это то, что, я думаю, вам необходимо сказать с самого начала. Далее вы пишете так. Или не жить, и самой стать такой же. Ну, вы, в принципе, видите, к чему привел эгоизм вашего мужа. Эгоизм вашего мужа привел к тому, что вы уже сейчас думаете над тем, чтобы от него, например, уйти. То есть, вы думаете, ну, даже не уйти, а вы думаете над тем, чтобы, например, переосмыслить, допустим, вашу с ним совместную жизнь. То есть, эгоизм вашего мужа привел к негативным последствиям и к разрушению, к разрушению семьи. Конечно, нельзя вам здесь, по моему мнению, как-то указывать или рекомендовать, но я думаю, что эгоизм редко когда заканчивается чем-то хорошим. Кроме того, не стоит забывать, что вы же все-таки считаете, что ваш муж, наверное, не прав, раз и если вы считаете, что ваш муж не прав, то, наверное, не нужно быть такой же, как он. Как вы думаете? Но это уже решат, безусловно, вам. это вопрос, вопрос, скорее, морали, чем какой-то психологический. Далее, три с половиной года брака он всегда был таким, думал, изменится. ну, вот, знаете, здесь, конечно, хотелось бы задать вам несколько вопросов. Пожалуй, самый такой, главный вопрос, он связан вот с чем. откуда, собственно, говоря, у вас была надежда на то, что ну, мужчина изменится? Ну, вот, с чего? Почему вы подумали, что он изменится? Ведь вы, наверное, скорее всего, как-то свою позицию, ну, аргументируете сами для себя? Как-то вы свою позицию сами для себя объясняете? Знаете, я вам совершенно серьезно сейчас говорю о том, что было бы весьма и весьма полезно посмотреть, определить, почему вы надеялись на изменение вашего мужа, чем была продиктована такая надежда. Потому, что, знаете, надежда беспочвенная, продиктованная продиктованная, например, только тем, что вы хотите, продиктованная вашими желаниями, например, или вашими последностями, например, но это надежда, которая может испортить вам жизнь, к сожалению, еще не один раз, и от нее давайте будем честны, от нее лучше избавиться, и избавиться как можно скорее. Просто потому, что ничего хорошего вам это не принесет. Постарайтесь, пожалуйста, это понять. Постарайтесь понять. Далее. Далее вы пишите о том, что, ну что, думали, что, вы пишите о том, что он всегда был таким. То есть, ваш, ну, муж всегда был вот таким, всегда был эгоистом. и видите ли, ситуация здесь, она достаточно, ну, достаточно сложная. Дело в том, что, если мужчина всегда был таким, то поменять его, изменить его, ну, не то, чтобы будет сложно. Знаете, я не могу сказать, что именно сложно это будет сделать. Я скажу, наверное, по-другому. Я скажу, что это будет не столько сложно, и не сколько сложно, сколько для него это будет непонятно. Ну, вот вам уже, в принципе, это сказали, вам уже, в принципе, эту мысль-то выразили, если вы принимали человека, принимали его всегда, таким, какой он есть, а сейчас вдруг перестали, то с чем это связано, возникает такой, ну, логичный вопрос у самого мужчины. С чем это связано? с тем связано, что вы раньше его предпринимали, а сейчас предстали. И вот это, на самом деле, для вас большая, большая проблема. Потому что, мужчина может вам заявить о том, что вы виноваты. это то, что он может сказать про вас. И весьма сложно будет вам объяснить ему, почему у вас, условно говоря, поменялось его восприятие. Понимаете? Поэтому давайте для начала попробуем просто разобраться. мы не будем делать каких-то таких прямо успешных выводов. не будем принимать успешных решений, я надеюсь. Давайте просто с вами вместе подумаем, почему сейчас и именно сейчас вы решили условно говоря обратиться к нам. Что обусловило как бы переполненность чаши вашего терпения. Вот давайте попробуем ответить себе на этот вопрос. это очень важно. И если вы сможете на него ответить, то будет достаточно легко будет достаточно легко определить что же именно поменялось в вашем восприятии. и если если это у нас получится, то мы тогда сможем вам помочь. Тогда мы сможем сказать, что именно у вас произошло. не нужно жертвовать с собой. И не нужно знаете как мужчину заставлять быть с вами. нужно понимать для чего вы это делаете, и что вас заставляет с ним быть. Собственно, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. видите ли, перед тем как отвечать на ваш вопрос, я прочитал ответы экспертов своих коллег на ваш вопрос. И ответов было немного. Их было два на момент записи этого аудио. и вы знаете, мне бы не хотелось задавать вам те же самые вопросы, что задают они. Просто потому что я хотел бы вам помочь. И я понимаю, что раз вы пришли к нам, значит что-то стало невыносимым. Что-то стало критичным и тяжелым. И вот давайте мы попробуем с вами понять, что именно. Это произошло у вас, не у мужа. давайте не начало отследим, что было тогда, когда вы терпели, почему вы думали, что мужчина изменится, и когда вы перестали, собственно, надеяться на то, что он изменится. И как дальше вы готовы жить? что во мной лично для себя. Вот если остались какие-то вопросы, пишите их мне в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! . , . .